здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала у меня сегодня очередная осенняя охота конечно изначально я нацеливаюсь на пазана петушка вот но попутно еще можно добывать вальшнепа кто следит за моими выпусками тот знает что для вальшнепа окрас сейчас самое время ну а как там распорядиться фортуна покажет время сегодня со мной еще работают два корреспондента местного нашего телеканала рудана вот они тоже будут снимать сюжет что получится еще никто не знает в общем оставайтесь смотрите дальше и все увидите ну а если будет какой-то сюжет на рудане я оставлю ссылочку тоже потом перейдете посмотрите они такие места любят сидеть отдыхать но опять же там ягоды есть поклевать тоже хорошо аркан тиши аркан он такой если там ничего нет то он и не зайдет а то что вот такие сюрпризы тут тоже есть ищи 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 все все стойте стойте аркан стой а я их той стороны обойду вперед аркан ну и что тянет 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 а и а и и Вон петух А это курица Еще Аркан А вон еще одна пошла Четыре Три туда ушли, одна туда и петух туда И гораздо стойку не держал Молодец Молодец Аркан, пошли, пошли Аркан, не спеши Аркан Аркан Тянет, тянет, что-то нюхай А вот они там туда, но мы в них, скорее всего, вряд ли полезем Ну посмотрим, если он поведет туда Там тоже там пролезть очень... О, смотрите, это стойка Аркан 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 Да, поищи, поищи, дай, дай, дай сюда его аркан, стой, пыщ, пыщ, говорю, все, дай мне, молодец, стоять, ко мне иди, курица была, видели, а то хер с ней, то если вам просто картинку, это Вальшнеп, сейчас я заберу, иди ко мне, ну блин, ну наконец-то хочу. Ого, клюв такой здоровый, это кто? А ко мне, ко мне, ко мне. Это утка? Нет, так, это Вальшнеп, Вальшнеп, он же Валюш, он же Слуква, он же лесной призрак, он же просто долгоносик. Это кулик, единственный лесной кулик в Украине, у нас он пролетом, он летит с северных областей, мигрирует сейчас на юг, вот этот у него клюв, при помощи него, вот он весь в земле можно посмотреть, он добывает червей, он его вот так втыкает, полностью землю вынимает, как будто зондирует, и там столько много нервных окончаний, что он просто улавливает шевеление червячка, и тут же его ест. Все, питается он в основном червяками, моллюсками, считается королевской оди, считается, что у него там супер кулинарное качество, но надо уметь готовить, потому что при обычном каком-то там неправильном приготовлении мясо будет отдавать сильно рыбой, ну из-за образа питания, из-за того, что он ест червей, моллюсков, там все это самое. Французы, во всяком случае в средние века, запекали его целиком, даже с кишками, для них это был вообще деликатес, из-за этого они очень болели сильно личными паразитами, ну я так не делаю, но этот, и еще есть один момент у него, вот на крыле, вот здесь, перышко маленькое, это легендарное живописное перо вальшнепа, сейчас я его так выдерну, вот он, вот, сейчас, чтобы было видно, вот, вот это вот маленькое перышко, вот такое, вот оно, оно такое жесткое, он хорошо маневрирует во время полета, вы видели, у него полет неровный, он делает резкие виражи, все, вот, из-за этого его сложно очень подстрелить, кроме того, без собаки его поднять тоже очень мало шансов, взлетает он почти бесшумно, из-за этого его называют лесным призраком, бегает очень хорошо, собаку обмануть и замазать он может тоже на раз-два, одна очень интересная особенность есть, потревоженный вальшнеп, перелетая с места на место, он, ну, опять же, я почти не встречал этих фактов, где-то подтверждение, ну, читал просто некоторые статьи, и мне орнитологи говорили, он может переставать пахнуть, то есть, как бы, отбивает свой запах, кстати, пазан-петух может делать точно так же, особенно если он ранен, вот, и потом убегает, ну, вот такая вот птичка, а самец и самка у них внешне никак не различаются, но, кстати, вот да, насчет этого живописного пера, якобы из него делают кисточки, и потом уже живописью пишут, ну, если честно, может, надо особо их делать, я маме давал, делал кисточку, она говорит, акварелью, во всяком случае, неудобно, может быть, маслом, но я такое же перо, только больших размеров, находил и у вяхеря, тоже жесткое, поэтому, ну, скорее всего, это просто какая-то красивая, романтическая легенда, вот, ну, и добыть ваш непо, в общем-то, это считается большой удачей, и есть у нас там один из украинских форумов охотников, мы, вегашатники, стоять, иди сюда, у нас между собой есть такая, как типа соревнования, кто больше важный, правда, будет за сезон, ну, вот, одного мы с вами сегодня добыли, ну, а сейчас продолжим, может, еще удастся найти петушка, я этого башня по и первым сыпанул, вот, стойка, смотрите, хорошо, вперед! Дай, Аркан, дай, дай его, дай! Дай! Вперед, 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 вперед! Поищи, поищи. Дай его, дай. Ну, оп. Аркан, вперед. Бежит, дорогая. Нет, видимо, убежал. Ну, раз это курица, она будет бегать. Петух. Вот, смотрите, опять встал. Пошел. Пошел, 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 пошел. Так, 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 так. Оп. Вперед, дай. Вот, башня, башня. Стоять, стоять. 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 Вот так, обманул. Обманул лесной призрак. Стоять. Ну, видите, вот аркан, получается, как? Вот он по нему встал, работал, работал, тут бегал. Видите, он стоит, пробежал, встал, пробежал, встал. Все, а этот бегал, бегал, бегал. Я на это дерево смотрел раза три. Ну, вот. Интуиция. Но это не та курица, да? Нет, нет, нет. Это был вальшнеп. Это хорошо. Ты сейчас повернулся, она где-то сзади вышла. Ну, он ушел туда. Как раз в Хекушрику. Куда лезть как-то не особо. Молодец, аркан. Молодец, аркан. так работа работает есть есть так где-то падал здесь аркан что такое молодец молодец все ну вот и главная цель такая гвоздь программы фазанчик петушок ребешка у него нет вот так теперь можно садиться пить чай жечь костерок отдыхать все молодец выбрать там еще задним еще заднем то ну зачем уже чему можно за день конечно там навалять но а что делать на следующей охоте хотя сейчас мы садим поговорим просто я поставлю когда тоже был так так молодым охотником только начинал тоже стрелялся шашевелится начиная с августа там заяц заяц фазан фазан все без разбора но со временем как-то идет какая-то революция охотника понимание ну не у всех возможно вот когда начинаешь охотиться с собакой почитаешь больше охотиться один либо в маленькой компании какой-то вот и в принципе начинаешь уже понимать некоторые другие вещи